Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Тавита и сегодня будем читать шестую главу этой книги. И мы читаем. И перестала она плакать. То есть перестала плакать мать Тавия, жена Тавита. Далее. А путники вечером пришли к реке Тигру и остановились там на ночь. Надо заметить, что вот в языческих землях мы часто видим пророков. Вот здесь мы видим Тавию рядом с реками. Пророк Даниил там близ реки оказывается. Пророчистые языки тоже близ реки. Чем это связано? Это связано с тем, что вот святая земля, Эрцисраэль, это святая земля. А если ты где-то на чужбине, ты должен очищаться чаще. Имеется в виду, что люди совершали микву, то есть очищение от нечистоты языческого мира. А путники вечером пришли к реке Тигру и остановились там на ночь. Юноша пошел помыться. Мы можем это истолковать как омыться. То есть совершить миквы. Но из реки показалась рыба и хотела поглотить юношу. То есть какая-то огромная рыба. Тогда ангел сказал ему, возьми эту рыбу. И юноша схватил рыбу и вытащил на землю. Это представляется немножко чем-то неправдоподобным. Рыба хотела его проглотить, а он тут ее вытаскивает на берег. Но он это делает по приказу ангела. И ангел ему, скорее всего, поспешистует. И сказал ему ангел, разрежь рыбу, возьми сердце, печень и желчь, избереги их. Юноша так и сделал, как сказал ему ангел. Рыбу же испекли, съели и пошли дальше, и дошли до Эк-Ботан. Здесь мы видим, что юноша действует по послушанию ангела. Слушается его. Скорее всего, архангел Рафаил, он выглядел более старшим, чем Тобий. Поэтому Тобий прислушивается к нему. И сказал юноша ангелу, брат Азария, к чему это печень и сердце и желчь из рыбы? Он, то есть ангел, отвечал. Если кого мучит демон или злой дух, то сердцем и печенью должно курить пред таким мужчиной или женщиной. Курить, то есть сжигать. И боли уже не будет мучиться, а желчью помазать человека, который имеет бельма на глазах, и он исцелится. А кто-то может сказать, какая-то ангельская магия получается, желчь, сердце, печень. Почему это? Скорее всего, ангел отвечает, исходя от тех представлений, которые уже были среди этих людей. Что печень рыбы помогает, что сердце рыбы помогает, что желчь рыбе лечит эти бельмы на глазах. Потому что ангел действует в соответствии с обстоятельствами жизни этих людей, даже учитывая их какие-то предубеждения и, может быть, даже некоторое их суеверие. Так, например, мы знаем, что когда Аврам предложил ангелам трапезу, они не отказались и стали вкушать пищу, таким образом научая и нас, если мы где-то на чужбине, поступать по правилам той местности, где мы оказываемся. «Когда же приближались икраги, ангел сказал юноше, «Брат, ныне мы переночуем у Рагуила, твоего родственника, у которого есть дочь по имени Сара», то есть та самая, которая потеряла семь женихов. «Я поговорю о ней, чтобы дали ее тебе в жену, ибо тебе предназначено наследство ее, так как ты один из рода ее, а девица прекрасная и умная». А по законам еврейским невесту надо было брать из своего колена. Поэтому Рафаил Архангела говорит в соответствии с Торой, так как ты один из рода ее. А девица прекрасная и умная, прекрасная имеются в виду не только внешние какие-то качества, но и духовная красота, а умная, то есть способная отличить, скажем так, праведность от неправедности. «Так, послушай меня, я поговорю с ее отцом, и когда мы возвратимся из Раг, то есть когда мы заберем серебро, совершим брак, это опять же прецедент, то есть нельзя вступать в брак, и у тебя нет достаточного количества средств». «Я знаю Рагуила, он никак не даст ее мужу чужому вопреки закону Моисееву». Это значит, семь женихов, которые погибли, они были как бы по закону, но они не подходили по личным качествам. «Иначе повинен будет смерти, так как наследство следует получить тебе, а не другому кому». То есть Господь уже предузнал, какая будет супруга, а отец мог работать на опережение, но тут не очень получалось. «Тогда юноша сказал ангелу, брат Азария, я слышал, что эту девицу отдавали семьи мужам». То есть об этом событии многие узнали. «Но все они погибли в брачной комнате, а я один у отца, и боюсь, как бы войдя к ней, не умереть подобно прежним. Ее любит демон, который никому не вредит, кроме приближающихся к ней». То есть в понимании Тобия, какой-то демон влюбился в нее, и всех ее женихов душат в брачную ночь. «И потому я боюсь, как бы мне не умереть и не свести жизнь отца моего и матери моей печалью обо мне во гроб их, а другого сына, которых похоронил бы их, нет у них». То есть он тут думает и о своем долге сына перед отцом и матерью, хотя это люди, которые влюбляются, они вообще забывают про отца и мать, и даже сказано «оставить человека отца и мать и прилепиться к жене». Но это не значит, что надо оставлять отца и мать во всех отношениях. Конечно же, нет. И вот Тобий являет нам пример такого человека, который, да, он не прочь как бы жениться, но вот какие-то слухи до него дошли, а он думает о том, что даже женившись, он должен будет заботиться о своих родителях. «Ангел сказал ему, разве ты забыл слова, которые заповедал тебе отец твой, чтобы ты взял жену из рода твоего? Послушай же меня, брат, ей следует быть твоей женою, а о демоне не беспокойся, в эту же ночь отдадут тебе ее жену». То есть не беспокойся о демоне, то есть архангел решил сам разобраться с этим демоном. Асмадея, я напоминаю, это без блуда, который мешает людям вступать в нормальные брачные отношения. «Только когда ты войдешь в брачную комнату, возьми курильницу, вложи в нее сердца и печени рыбы и покури». То есть ангел может знать, что такие представления у Тови, и усилив его веру, он сможет легче противостоять демону. «И демон ощутит запах и удалится, и не возвратится никогда. Когда же тебе надо будет приблизиться к ней, встаньте оба, вызовите к милосердному Богу». То есть брачная ночь начинается с молитвы. «И он спасет и помилует вас, как говорится, без Бога не до порога. Не бойся, ибо она предназначена тебе от века». То есть счастье молодого человека найти именно ту, которая предназначена ему от века. Поэтому спешить не надо. Может быть, помолиться архангелу Рафаилу, который помогает с сватовством, и молиться к Богу. «Не бойся, ибо она предназначена тебе от века, и ты спасешь ее от этой ситуации, когда ее уже все возненавидели. И она пойдет с тобою, то есть жить уже там она не может, из-за этих подозрений и слухов. И я знаю, что у тебя будут от нее дети». То есть он уже говорит, как ангел, проницающий в некотором смысле и будущее. «Выслушав это, Товия полюбил ее». То есть он ее не видел. Он о ней слышал. И слышал только плохое. Но этот богочестивый юноша как бы прилепился к архангелу Рафаилу и с доверием отнесся к его словам. «Выслушав это, Товия полюбил ее, и душа его крепко прилепилась к ней. И пришли они век-ботаны». Итак, в 12 стихе мы прочитали Теодин из рода «Ие». Давайте вспомним, что согласно патриархальному обычаю, принадлежащие к одному роду должны были вступать между собой в брак, чтобы продолжить род. Например, рассказ о браке Исаака в 24 главе книги «Бытия». Возможно, что так называемый ливерат в Тарзаконе 25.5 произошел от этого обычая, который гарантировал сохранение земель после разделения земли ханаанской за коленами, обосновавшимися в Палестине. Вот на этом настаивают комментаторы. И действительно, если бы люди брали себе тогда жен из других колен, непонятно, а как земли? Ведь вся земля — Эр-Цесраэль. Израиль, она была поделена между разными коленами. И чтобы не было смешения колен, а это могло породить споры по поводу земель, настаивали на том, что муж и жена должны быть из одного рода. Я … … … … … … Продолжение следует...